Всем привет, с вами Юмилия, давайте прямо сейчас узнаем про самое странное свидание у Зэка Туна. Я вот хотела бы вспомнить своё самое странное свидание, но я даже на самом деле и не могу. Ну, не знаю, может быть когда-нибудь вспомню, что у нас в Руси такого странного было. Хотя у нас много чего странного было. Это уже как некая такая обыденность в нашей жизни, потому что у нас постоянно что-нибудь упортое происходит. То мы упоротые, то обстоятельства упоротые. В общем, смотрим. Всем привет, надеюсь, вы скучали. Наконец-то новая анимация, да. Приношу извинения за своё долгое отсутствие, но в своё оправдание скажу, что я, увы, не отдыхал. Я болел, сильно болел. Больше двух недель только валялся с температурой по 39 градусов. Мне даже выписали уведомление о возможной короне. Что-что там было? Давайте ещё раз перечитаем, пересмотрим. Переходим по 39 градусов. У вас выявлены симптомы ковида для минимизации и распространения инфекции. Для блага ваших близких, окружающих вам необходимо. Писали уведомление о возможной короне, но всё обошлось. Сейчас я чувствую себя лучше и готов радовать вас своими историями. Сегодня речь пойдёт о самом странном свидании, на котором мне довелось побывать. Ага, будто у меня другие бывают, ведь и я... Закатун! Это было странно, да? Это произошло сразу после армии. А что вы хотели? Целый год без женского внимания. Естественно, мне захотелось на свидание. Ах, значит, моего внимания тебе было недостаточно? Блин, Альберт, давай позже с тобой поговорим. Кобель! Ау! В поиске своей будущей спутницы я начал с набирающих тогда популярность приложений для знакомств ВКонтакте. Но меня опередили. Спустя буквально минут 10, как я зарегистрировался, приходит сообщение. Привет, а ты симпатичный, не хочешь познакомиться? Симпатичный! Это, конечно, было немного подозрительно, но перед симпатичной девушкой, которая проявляет инициативу, я не смог устоять. И мы начали общение. Довольно быстро мы нашли общий язык. Ей нравились мои шутки, а мне... Стоп! Я сперва даже не поняла, что там такое изображено и что там лежит, а только потом я поняла, что это язык! Как-то жутко. И ее манеры, поэтому уже на следующий день я предложил ей встретить... Дайте угадаю, она фейк? Фотки не настоящие? Ставьте, она честно использовала слово «парниша» при обращении ко мне. Это важно, дальше поймете почему. Парниша! Казалось, вот она, моя судьба. Веселая, симпатичная девушка, которой я нравлюсь. Но первый звоночек прозвенел при нашем прощании. Отлично, тогда буду ждать тебя у памятника на площади Ленина к пяти часам. Хорошо, мы будем вовремя. Мы? В смысле мы? Наверное, опечатка. Стоп! У меня в голове уже возникают очень странные мысли, но я буду молчать. Я тогда... Это слишком извращенно. Если действительно это окажется правдой, то... Своеобразно. А если это будет неправда, я вам это выскажу, мне будет очень стыдно. Поэтому... Я молчу. Просто опечатка, или она придет с родителями, со своим питомцем, еще с кем-то. Короче, нужно мне отвлечься и во что-то поиграть. Благо, Mobile Legends в телефоне есть. Начать. Нынешние игры на смартфон не уступают более. Братьям на ПК готовы дать огромной силы форы. Яркий представитель, что заставит вас запомнить флэнг. Топовая моба это Mobile Legends. Бэнк, бэнк. Блин, ну прикольная песенка. Доставит вам свои услуги. Выбери того, кто воплотит в бою твои заслуги. Миллионы геймеров сражаются в отславь завета. Честь не запятна. Впрослыть героям всех земель рассвета. Новую обнову завезут 16.06. Русскую озвучку для 15 героев слова. Маша среди них скином обновой, словно наших дразни. Больше это... Плаве битвы. Никогда не погаснет. Блин, а красивая игруля. Ну, вообще она на Лолку похожа. А это и есть Лолка, да? Ну, просто тут такая же карта. Ну вот те персонажи, которые там были, так эпично выглядели. Покажи, какой ты мастер. Ссылка в описании. Для смелых будет вожделен. Ждет тебя там славная. Mobile Legends Bang Bang. Вообще, я была бы не против поиграть в мой RPG-шечку какую-нибудь на телефоне. Вот с такими же персонажами, которые там были ранее показаны. Но вот эта игруля с видом сверху, по типу Доты, по типу Лолки. Блин, я забыла, как называется этот жанр. Стратежка. Напишите в комментариях, пожалуйста. Я просто не совсем в этом шарю. Это уже немножко другое и, ну не знаю, на любителя, мне кажется. Но в любом случае, как она вроде прикольно выглядит. И самое главное, это креативный подход к рекламе. Возвращаемся к истории. Это круто. Благо, мне не пришлось долго ждать, чтобы выяснить, что значило это ее «мы». Уже на следующий день, в назначенном месте, в назначенное время, состоялась наша встреча. Привет. Это моя подруга Валентина. Погуляет с нами, ты не против? Ой, как хорошо, что я не высказала свое предположение, потому что сейчас я бы сидела красная, как помидорка. Здорово. Как хорошо. Привет. Да нет, не против. Какого черта она приперлась подругой? Думаю, ладно, пока не буду ничего говорить. Посмотрим, куда это все приведет. Но довольно быстро присутствие третьего человека стало омрачать мое свидание. Да, именно мое, так как мою спутницу, судя по всему, это не особо парило. Первые проблемы начались в кинотеатре. Во-первых, мне пришлось платить уже за троих. И Валентину, собственно, это ни капли не смущало. Во-вторых, она села между нами. Эм, серьезно? Может, вы поменяетесь местами? Может, она искала парня для подруги? Кино уже начинается. Дальше хуже. Или просто стеснялась петь на свидание. Она ни с того ни сего начинает проявлять ко мне знаки внимания. И будто этого мало, та девчонка, которую я звал на свидание, была совершенно не против. До конца сеанса я сидел и не мог понять, с кем, блин, из-за них я на свидании. Но самая странная хрень началась позже. Выйдя из кинотеатра, мы решили прогуляться в парке, что был неподалеку. Я подумал, вот он, мой шанс. Теперь можно будет нормально пообщаться и узнать получше мою спутницу. Ха, ха, ха. Да нет, конечно, вы что, ждали, что у меня все хорошо закончится? Во-первых, при разговоре, задав ей любой вопрос, она постоянно поворачивалась к подруге. О чем-то там шептались, советовались, и только после этого следовал ответ. Во-вторых... О, хочешь сладкую вату? Хочу. А-а-а! Аня, ты хочешь сладкую вату? Да нет, не особо. Я, пожалуй, со вкусом малины буду. В общем, с напрочь испорченным настроением и мыслями, как бы поскорей закончить этот балаган, мы приблизились к лавочке, где произошло то, что можно назвать последней каплей. Я предложил им присесть, чтобы отдохнуть и спокойно пообщаться. Они приняли мое предложение, но, разумеется, Валя села между нами. И, как ни в чем не бывало, стала пытаться накормить меня своей сладкой ватой. А-а-а! Так, все, с меня хватит! Вы обе! Примите мои извинения, но мне придется вас поклонить. Я вспомнил, что мне еще нужно проплеснуть балкон. До скорого. Да, я не смог больше терпеть это странное поведение и под дурацким предлогом решил закончить это типа свидание. Но меня ждал еще один сюрприз, когда мы прощались. В общем, Аня, было приятно тебя увидеть. Позже обязательно с тобой свяжемся. Валя. Пока. Ага, Аню-то обязательно тебе напишет. Нам еще столько нужно обсудить. Пока-пока. Кармиша. А-а-а! То есть общалась она, но поставила фотку подруги? В этот момент меня осенило. Все это время, что я переписывался с Аней в чате, на самом деле я общался с ее подругой. Я понятия не имею, на что рассчитывала Валя. Но... Блин, если честно, изначально я хотела сказать, что мне жалко эту Валю. Почему? Потому что я думала, что вот эта вот Аня, назовем ее так, нашла какого-то парня и сказала, вот Валя, я нашла для тебя парня. Но в то же время общалась она сама за котуном, и потом их решила свести. Но тут все обрело совсем другие обороты и... Какого фига? Как я понял, она, прикрываясь профилем своей подруги, выманила меня на свидание и уже тут пыталась мне понравиться. То есть... Эмм... Это так странно, я абсолютно не понимаю, почему Аня ее не остановила, ну потому что это как минимум нелогично. Это не Аня взяла ее с собой, а наоборот. Самое интересное, что в этот же вечер типа Аня писала мне и спрашивала. Неплохо погуляли сегодня. Кстати, а как тебе моя подруга? После этого я добавил их в черный список. Надеюсь, мой опыт поможет вам избежать подобной ситуации. Всегда будьте бдительны, ведь из-за красивым профилем может скрываться... Я нашла тебя. Теперь ты никуда не денешься. Иди скорее, пожалуйста, Валюша. Знаете, даже проблема не в том, кто скрывается за этим профилем, а в том, что вот такие вот Вали боятся признать и увидеть себя настоящих. И мало того, что они хотят, чтобы их любили, так они сами не могут себя полюбить и сами считают себя недостойными этой самой любви. Потому что если бы эта Валя по-настоящему хотела найти того, кто будет подходить ей, если бы она сама себя уважала, то не поступала бы таким образом. Она была бы гораздо выше такого подобного поступка. Это неправильно. И у меня тоже были странные моменты, ну, типа, я не могу сказать, что подкатывала к парням в детстве, а просто ко мне добавлялись друзья-мальчики. И я действительно была похожей, наверное, на эту Валю, но у меня никогда не доходило до каких-то свиданий. Я была очень неуверенная в себе. И тогда я так же, как она, думала, что меня настоящую... Ну, я никому не понравлюсь. Никто не захочет со мной общаться. Никто не захочет со мной дружить. И действительно, если сравнивать меня сейчас и тогда, тогда бы со мной уж точно никто бы не стал даже дружить и общаться. Ни разу не доходило до того, что было какое-то свидание или же даже встреча. Но я могу понять эту Валю. Но сейчас я бы так поступать ни за что бы не стала. Поэтому, если вы увидите подобную девушку, допустим, договоритесь с ней встретиться и увидите ее в жизни, а там будет не она, просто знайте, что это человек безумно неуверенный в себе. И вместо того, чтобы ее раскритиковать, просто ее пожалеете. Потому что ей эта жалость необходима. Не нужно ругаться, просто выскажите ей все. Вот можете даже объяснить ей все так же, как я вам сейчас сказала, что она просто чувствует себя неуверенной. И в любом случае, мне кажется, если бы вы не рассматривали ее как девушку, то могли бы позвать ее просто как друга погулять вместе, если бы видели ее настоящую, а не ее фотку. Тем более, что выбирать себе партнера нужно не по внешнему виду, а потому какой-то человек... Видимо, это Валя так и думала, что он влюбится вот в эту вот Аню-красотку, но в то же время будет ценить ее внутреннюю красоту. Но все получилось немножко не так. Вот я была подобной Валей. Теперь вы знаете обо мне. Немножко больше раскрылось вот перед вами. Вообще, недавно вспомнила такую стремную историю из детства, тоже связанную с такими вот этими подростковыми отношениями. Может быть, когда-нибудь запишу об этом ролик. И не знаю почему, но я реально вспомнила это недавно. Я вот как будто бы заблокировала эти воспоминания и не хотела к этому возвращаться. Но там реально такая тема. Прям максимально смутная получилась. Ну, может быть, вам расскажу. Вообще, я хочу это рассказать, но не знаю просто, как это преподнести и когда это сделать. С вами, как всегда, была ваша Юмилия. Большое спасибо за просмотр и хочу пожелать вам здоровья и удачи не только вообще в жизни, но и в любви, конечно же. Всех целую и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok